48 спортсменов из Москвы и области приехали в Серпухов на соревнования по скоростному скалолазанию. Они прошли на новом скалодроме в физкультурно-здоровительном комплексе «Русский медведь». Спортивных успехов пожелал участникам советник губернатора Московской области Александр Коган, который лично опробовал новую трассу. Подробности в репортаже Инны Шениной. Спортивное скалолазание – олимпийский вид спорта. Это только добавляет к нему интерес молодых спортсменов. Не остались в стороне и взрослые. Советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган тоже решил попробовать свои силы. И совершил два подъема. Сначала более простой, а потом по олимпийской трассе. Это вообще первая попытка была. Я еще первый раз в жизни попробовал спортивное скалолазание. Должно быть все развитое – руки, ноги, спина, то есть пресс. Тут работает все. До страха высоты нет? До страха высоты нет пока. Ну, может быть, и есть, но я не смотрел вниз. У меня ситуация такая. Если я вижу цель, я стараюсь не оглядываться, пока не достигну цели. А потом, когда вниз посмотрел, понял, что высоко. Отлично, что здесь это открыто. Я думаю, что данный вид спорта надо поддерживать. На соревнования приехали спортсмены из Егорьевска, Королева, Москвы, Коломны и Балашихи. На торжественном открытии их поприветствовала глава городского округа. Наши колодромы действительно новые. Это колодромы, которые построили в этом году. Уважаемые участники соревнований, предлагаю областной турнир, по скалолазму, дисциплине, скорость объявить открытым. Спортсмены поднимаются по скоростной трассе высотой в 10 метров парами. Скалолазы употребляют слово «бегают», но допускается говорить и «лазают». Победитель проходит в следующий круг соревнований. Везде, всегда на всех скалодромах. Одинаковый наклон трассы 5 градусов, одинаковое расположение зацепок. Все одинаково, идентично. Поэтому на ней можно ставить рекорды и фиксировать. 15 метров, здесь 10. А на настоящей эталонной трассе 15 метров 60 сантиметров. Анна Кашаева из Егорьевска занимается скалолазанием уже 6 лет. Когда-то маленькая девочка ее привел в секцию «Папа». Сейчас у нее первый взрослый разряд. Секрет успеха Аня видит в особом настрое перед стартом. Наверное, настрой просто перед стартом. Мы тренируемся, и физическая подготовка на уровне, в принципе. Поэтому бежать легко. Перед стартом нужно в себе силу пробудить. Секция скалолазания в Серпухове открылась совсем недавно. Но ребята уже показывают неплохие результаты. Мне нравится, наверное, высота. Люблю адреналин. Тут, конечно, не очень высоко, но это приятно. Мне кажется, у меня есть дар к лазению, так сказать. Я часто, когда гуляла, я либо залазила куда-то, то есть я не любила сидеть на месте. Я хочу действительно добиться каких-то хороших результатов, чтобы могла выезжать на разные соревнования, олимпиады. Чтобы не просто лазить, а был какой-то толк. Тренер Серпуховской секции по скалолазанию и альпинизму ранее занимался горным туризмом и альпинизмом. Считает, что скоростное скалолазание – это не только физическая нагрузка, но и большая умственная работа. У нас сейчас на данный момент около 40 человек занимаются, но на вот эту скоростную эталонную трассу олимпийского вида вышло только два человека по подготовке. Советник губернатора Московской области Александр Коган также посетил новый бассейн и остался доволен увиденным. Позанимался спортом на площадке рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Для спортсменов и любителей бассейн будет открыт в феврале 2021 года после проведения необходимых проверок. В спорткомплексе установлено оборудование для инвалидов-колясочников, созданы все условия безбарьерной среды. Уже стартовала предварительная запись на посещение секции бассейна нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В Серпуховскую секцию скалолазания и альпинизма при спорткомплексе «Русский медведь» также продолжается набор ребят.